Чудной чужой допотопный мир, магических спиралей, таинственных часов, загадочных инициалов. Если ты встретишь меня, и опять я увижу глаза твои. Дивных образов и маскаронов. Тайны времени. Подсказки историков для своих. Пространство и время. Вот я здесь и сейчас. Мелю вам всякую чушь. А вы там и завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее. Это слушаете. У вас это здесь и сейчас. Хотя это уже вчера. И не тут, и не там. Кто контролирует пространство и время, там и тогда. А именно карты и прошлое, то есть историю. Тот правит миром здесь и сейчас. Тот задает направление туда и завтра. Тот, кто сумел навязать каждому из нас свое время, его параметры. Тот, кто заставил буквально каждого, вне зависимости от национальности убеждений, быть зависимым от стрелки чьих-то часов, от стрелок единого, навязанного кем-то эталоном времени, тот надежно держит этот мир за гири маятника. Гринвич и его обсерватория в 1847 году стала решающей в мире. Все остальные канули в лету и в пыль. В механических допотопных часах важна была спираль, пружинка. А вот допотопные часы были практически на каждом здании, на фабрике, да практически на каждом столбе. Их час мог быть гибким. Он мог быть длинным летом и коротким зимой. А показывали часы всего ничего, мелочи какие-то. Например, часы в Хагино, окно по-французски показывали. Центральное европейское время, звездное время, местное среднее время, временные часы, звездные сутки, положение солнца в зодиаке, начало времени года, дату, день и месяц, восход и заход солнца, восход и заход луны, звездный и сильнодальный лунный месяц, лунную фазу, солнечное затмение, лунное затмение, лунный солнечный год. Всего ничего. Астрономические часы в Хагино это копия часов с ратуши в городе Ульм, немецком городе Ульм, которые были по официальной версии сделаны в 1581 году. Астролябия там в тех часах имитирует движение солнца и луны, а земля остается неподвижной. Механизм был обновлен, читай, для чего-то изменен, в 1904 году по официальной версии. Первые часы на ратуши в Ульме были изготовлены до 1520 года неизвестным великим часовщиком и установлены на восточном фасаде. Так написано офисториками автор часов – неизвестный великан из 16 века. С 1580 по 1581 год ратуша полностью была отремонтирована. Астрономические часы на ратуши были закончены самым известным часовщиком того времени из города Страсбург в фамилии Хапрэхт. Хапрэхт – это значит «имеющий право». Часы впечатляют кругом зодиака, стрелками и циферблатом. В 1752 году движение астрономической стрелки было остановлено. В 1851 году Валентин Штос отремонтировал часовой механизм. Переведу. С 1752 года по 1851 год часы стояли. Это значит, что на нашей планете происходили чрезвычайные события. Наша планета была в состоянии чрезвычайной ситуации в течение 100 лет. После них изменилось пространство и время. Ушел допотопный мир и его высокоразвитая цивилизация. Теплится надежда, что допотопный мир не исчез совсем. Что он перешел в параллельное измерение. В свое пространство и время. Что он там жив и сейчас. И все эти великаны, водоплавающие, русалки, странные сущности живут в мире без границы, без государств, в теплом климате, без зим, в дружбе народов и в мире. Питаются фруктами и уважают все формы жизни. А мы с вами вот здесь и сейчас. И наш планетарный диктатор Гринвич. Следующий катаклизм легко считывается из рассказов оф историков. В 1904 по 1905 годы часовой механизм и астрономический механизм были полностью обновлены. Это означает, что с 1904 по 1905 год что-то тоже происходило. Часовой механизм и астрономический механизм были уничтожены во время пожара на ратуше в декабре 1944 года. И были восстановлены только в 1949 году. А вот с апреля по сентябрь 2003 года, это уже наше время, астрономические часы были отремонтированы. Это значит, в 2003 году что-то химичили опять со временем и пространством. Исторические подсказки. Историки на всем, что они демонстрируют, вешают свои ярлыки. Таблички. Их нельзя игнорировать. В них есть подсказки. Примечательно то, что все скульптуры и предметы древнего мира, датированные с разбросом в тысячи лет, а камни, например, вообще в миллионы лет, официально найдены в 16, 17, 18, 19 веках. И рядом с каким-нибудь 750 годом до нашей эры обязательно указан год находки из 19 века. Казалось бы, зачем? Зачем нам знать, когда именно был найден тот или иной предмет, камень или скульптура, родом из далекой древности? Ведь важна сама датировка исторического объекта. Это как родился человек в определенный день, месяц, год и потом потерялся. И вот во всех его последующих документах будут самые важные считать не дату его рождения, а дату его нахождения, когда его снова нашли, вместе с фамилией того, кто его нашел. Ведь согласитесь, это было бы странно. Но тут есть одна хитрость, подсказка для своих. Год, когда исторический экспонат был найден, и есть его год происхождения. Если отбросить накинутую лишнюю пару тысяч лет. Вот таблица античных статуй. Внимание на датировку. На ту, когда они были найдены. Формы загадочные, тайные, странные коконы, антенны, спирали. Факелы. Ажурные решетки, странные изображения, что-то водное, с языком и щупальцами осьминога. Чудное изображение на фоне спирали, увеченное спиралью, цветком. Спираль – это форма или содержание? Космическая спираль. Спираль Вселенной. А, кстати, про часы, в которых есть пружинка, то есть тоже спираль. Могут ли часы, механические часы, влиять на ход времени? У миллиардеров и миллионеров до сих пор есть механические часы. И они тратят на них кучу денег. Ну, неужели они так глупы, что только из-за моды тратят такие огромные деньги, чтобы купить какой-то там роликс или другие модные часы в своих кругах? Я думаю, что у них есть какой-то секрет в механических часах. Этот секрет происходит из допотопного мира, из допотопного пространства и времени. И он то ли как-то влияет на ход времени, может быть, время течет не так быстро. Но каким-то образом влияет. И этот секрет кто-то знает. И встраивает его в современные дорогие механические часы. Ведь для простых людей механические часы – это уже просто что-то немодное, ненужное. У всех есть айфоны, компьютеры. А вот элита, миллиардеры, они продолжают носить на руках дорогие часы за много тысяч долларов. Почему? Зачем? Все исследователи золотого деления в растительном и животном мире неизменно приходили к этому ряду как арифметическому выражению закона золотого деления. Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это истребление находит осуществление в основном в двух вариантах. Рост вверх и растелание по поверхности Земли и закручивание по спирали. Галактики, Солнце, Земля, живой мир и сам человек существуют в строгом соответствии с ней. Любопытно, что даже люди, сами того не осознавая, применяют эту формулу. Дизайнеры, фотографы, инженеры или ученые. Создаётся впечатление, что вся флора и фауна, в том числе и человек, развивается по законам, которые заложены в этой числовой последовательности. С тех пор, как Фибоначчи открыл свою последовательность, были найдены даже явления природы, в которой эта последовательность, похоже, играет немаловажную роль. Одно из них – филотаксис, или листерасположение. Правило, по которому располагаются, например, семечки в соцветии подсолнуха. Семечки упорядочены в два ряда спирали. Один из которых идёт по часовой стрелке, а другой против. Да и вообще, в растительном и животном мире вступают в действие принцип экономии биологической материи и энергии. И в то же время, с первого взгляда, улавливаются приятные для нашего глаза пропорции. Например, если приглядеться внимательно к основному стеблю цикория, то можно заметить, что боковые отростки отходят от него через разные расстояния, поделив которые друг на друга, получим золотую пропорцию. Практически все соцветия и плотно упакованные структуры растений, такие как ананасы, кактусы, кедровые и сосновые шишки, также строго следуют числам фибоначчи. Интересно то, что у большинства цветов количество лепестков соответствует числам, в последовательности чисел фибоначчи. Замечено, что у ящерицы длина хвоста так относится к длине остального тела, как 60 к 38 час. Сосновые шишки, морские коньки, раковины улиток и моллюск, волны океана, папоротники, рога животных, спираль ДНК. Облака вихревой бури и галактики открытого космоса скручиваются в спираль фибоначчи. Я хотела сказать, что в допотопном мире существовал очень красивый ажурный мир спиралей, кованых решёток, и это всё были кружева. И там мы видим даже инициалы таинственные. Также мы видим часто дату, а ещё чаще мы видим, что дата сбита, и на неё на место старой даты нанесена новая, или просто оставленное место под старой даты. Это означает, что дата – это важна, и на неё нужно посмотреть внимательнее. Например, дата 1893 года мы встречаем часто на допотопных зданиях. В эту дату что было? Была Всемирная выставка в Америке, в Чикаго. Там людей обучали их историей, то есть всему-всему учили как бы заново. Также мы видим дату 1847 года. А что было в 1847 году? Было изменено пространство и время. Тогда именно был утверждён эталон и была утверждена обсерватория Гориннича как самое важное для европейского времени. А до этого были другие. Маскароны. Маскароны – это лица, допотопные лица, и они причём как живые. И над некоторыми есть даже фамилии. Например, Парацельсиус. Или мы видим Марк Аврелий. Казалось бы, Марк Аврелий – это из глубокой античности, но он почему-то стоит в одном ряду с Парацельсиусом. И одет в такие одежды, скорее, средневековые. То есть, на что это намекает этот маскарон? На то, что все эти персонажи, они скорее из одного времени. И это было не так уж и давно. А многие маскароны в кокошниках. То есть, здесь, во Франции, это вообще-то деревня, дом, деревенский дом. И он допотопный. На нём ещё одна странность. А именно указан, мы видим его дом, номер дома современный. Это вот этот. А там виднеется трёхзначное число. И это номер дома допотопный. Очень странно. А на этом всё на сегодня. Но загадки допотопного мира не заканчиваются. Их ещё расследовать и расследовать. Разгадывать и разгадывать. Благодарю вас за внимание. Спасибо.